Вот так у нас живут соседи на первом этаже. Последние пять лет жители дома 41 на улице Дружбы Народов города Кизил вынуждены ежедневно участвовать в опасном аттракционе «Не провались под землю» и не всем удается пройти его успешно. Сейчас просто спускаться не буду, потому что пол проваливается подо мной, я вылез, и как? Он весь хрустит. Гниющие полы – результат восьмилетнего коммунального кошмара местных жителей, начавшегося с затопления подвала. В течение трех лет вода стояла под полом, превратив дом в рассадник крыс и комаров. Кроме того, затянувшийся потоп, по мнению жильцов, стал причиной разрушения фундамента. И теперь дом начал разваливаться буквально на глазах. Обращения в управляющую компанию и прокуратуру все это время остаются без ответа, утверждают невезучие кизиловцы. Тут приезжало очень много комиссий. Они что-то постоянно фоткали, они что-то смотрели, они что-то спрашивали у всех. Ну так это уже длится лет пять. Последний наш шаг был – это вот независимая экспертиза. Они приехали, сказали, что наш дом капитальному ремонту не подлежит. Они начали там вроде бы обещать, что может быть когда-то мы начнем растелять ваш дом, но только первый этаж. Потому что гниют полы на первом этаже. Сейчас вот нам приходят письма с капремонта, что хотят принудительно взыскать с нас деньги со всего дома. Так мы за что должны платить-то? То, что у нас дом разваливается. Летом 2017 года отчаявшиеся жильцы даже написали письмо на электронную почту губернатора. Но и эта депеша стала криком в пустоту. В прошлую пятницу мы направили официальный запрос в Кизиловскую администрацию и сегодня связались с заместителем главы по инфраструктуре и ЖКХ. По первой позиции мы можем сказать, что на контроле у главы находится. По обследованию будет проведена повторная межвежедневная комиссия. По результатам уже обследования тут уже будем рассматривать, какие меры в дальнейшем будем принимать. А есть какие-то сроки, когда будет проведена? Ну, в ближайшее время она будет назначена уже. Хорошо, есть какой-то шанс у людей, что что-то сделают для них? Конечно есть, если жилье в рене. Тут никто же не оставит их. Мы будем держать связь с жителями злополучного дома, чтобы проверить, не станут ли и эти заявления чиновников простой отговоркой. Дмитрий Сидельцев, Новости Верхниками.